уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов меня бесконечно сейчас спрашивают о том а происходит ли то что мы видим на улицах виде биологической эволюции то есть наш мозг который вот здесь выставлен виде слепка он продолжает эволюционировать или нет то есть возникает вполне естественный вопрос вот те события которые мы наблюдаем как в нашей стране так и в других странах вообще по всему миру они имеют отношение какой-то к эволюции человека или нет или это какие-то наоборот ретроградные события да к сожалению это и есть эволюция и об этом я многократно говорил и писал к сожалению так складывается жизнь что каждый раз когда это происходит это бывает так неожиданно что люди удивляются тем что происходит но вот у меня есть лежит три издания церебрального сортинга и нищета мозга для того чтобы получше понять то о чем я пишу особенно не специалисту необходимо сначала прочесть нищету мозга а потом только церебральный сортинг выдавшие выдержавший уже как видите три издания только тогда станет более-менее понятно то что происходит в двух словах попытаюсь объяснить как с моей точки зрения довольно субъективной происходят сегодняшние процессы те самые демонстрации там битвы желтых жилетов там белорусские аттракционы и прочее прочее дело то в том что исходя из моих представлений об эволюции мозга и опыте предыдущих нескольких тысячелетий которые у нас сохранились в виде письменной истории мы можем примерно представить как это все происходит дело в том что каждый раз смена то что в советское время называли общественно-экономической формации на самом деле происходит в результате изменений конструкции головного мозга они не такие резкие как вот здесь почти на протяжении 15 миллионов лет когда у неандертальца мозг стал огромный а у австралопитек он три раза меньше конечно не такие резкие изменения нет этого не происходит это происходит очень незаметно но постоянно и связано это не с тем что биологическая эволюция в чистом виде продолжается связано с тем что мы сами являемся ничего не тем иными что как инструментами валют то есть мы и кролики подопытные над которыми эта самая эволюция ставит эксперименты на самом деле не эксперимент а просто биологический прогресс все тот же самый но и сами являемся и инструментами отбора ну или самоуничтожение кому как больше нравится дело-то в том что всякие катаклизмы социальные связанные с массовым душегубством даже гильотинизации чиновников как мы знаем прочих всяких безобразий как например во время октябрьского переворота в нашей стране с последствиями с большими на самом деле являются результатом всего навсего изменений системы искусственного отбора головного мозга в чем суть происходящего попытаюсь объяснить дело в том что в процессе развития социальной структуры нашего общества у нас все время возникают разные запросы на людей тех или иных специальностей специалистов той или иной области исходя из представлений о глубокой изменчивости головного мозга но это можно познакомиться в моей книжке изменчивость и гениальность насколько велики эти различия оказывается что не все люди способны делать одну и ту же работу то есть одни какие-то оказываются более приспособленными а какие-то менее ничего страшного в этом нет просто для каждого человека нужно находить то занятие которому лучше всего приспособлен и в этом общем-то смысл церебрального сортинга если переходить на разумные основы но поскольку церебральный сортинг не рассматривается в рамках разума рассматривается в рамках социальной эволюции то есть искусственного отбора гоминид это и происходит по биологическим законам наиболее зверским способом что собственно говоря повторяется в истории каждый раз как же это происходит я всегда рассказываю примеры как из далекого прошлого так и из недавнишнего но самый классический пример это европейские так сказать революции конца девятнадцатого начала двадцатого века в чем дело то произошло почему такие прекрасные пузатые дядьки в расшитых золотом костюмах шляпах с пером дамочки такие все в роскошных платьях до пола такие все благородные осанистые ну минут на двадцать как их ума умудрились заменить потому что они кажется владели всем чем только можно владеть оказывается все дело в том что вот этим самым дамочкам кринолинах и дяденькам расшитых золотом мундиром ну с блестящими орденами из правом ношения любых блестящих предметов на любой части тела как вы понимаете им нужны всегда на это денежки и это главный закон а для того чтобы зарабатывать побольше денежек надо конкурировать с такими же точными чудаками в расшитых панталонах как и они сами а вот тут уже возникает вопрос а кто ребята работать будет но отжимать из сельского хозяйства из примитивных артелей деньги как-то происходило на протяжении тысячелетий довольно трудно тем более плохо или хорошо но какой-то научно-технический процесс происходит в результате что появились там в девятнадцатом веке паровозы пароходы железные дороги даже в конце концов там радио и первые летательный аппарат сначала легче а потом и тяжелее воздух для этого нужны такие опасные гоминиты как инженеры эти самые инженеры стали культивироваться их стали набирать для военного морского флота и того чтобы пушки стреляли дальше и точнее для того чтобы пароходы плыли быстрее железные дороги были по надежнее то есть начали воспитывать людей оказалось сразу что таких инженеров мало в том смысле что мозги не у всех приспособлены и оказалось что из этих вот пузатых дядек в расшитых мундирах с блестящими предметами на груди набрать их невозможно то есть таким образом была размытая аристократическая монолитная система высшего общества и пришлось набирать откуда придется и отбирать не по мундирам и не потому что они связаны с историческими корнями через половые органы своих родителей такие исторические корни а по способностям и это привело к катастрофе набрали инженеров обучили они задаром работать не хотят на них спрос большой и они начали сказать подниматься экономически политически и социально и чем дело кончилось прошло всего несколько поколений и к началу двадцатого века все эти ребята в расшитых панталонах пошли к сожалению кто на кладбище а кто побежал к родственникам в другие страны то есть аристократии рухнули какой результат глобальный меня не интересует как там вы называете от коммунизм социализм капитализм там новый капитализм самый новый капитализм феодализм все равно чего произошло даже очень простая вещь люди которые обладали способностями которых не было у элит и были этими же элитами отобраны для собственного обогащения взяли власть что произошло двадцатый век характеризуется дикой активностью научно-технического прогресса везде и даже у нас в стране после октябрьского переворота к власти по сути дела были приведены инженеры которые начали ту самую индустриализацию которая перевернула страну из отсталой действительно отсталой лапотной россии промышленно-экономическое прогрессивное государство прошло с семнадцатого года по пятьдесят седьмой не так много лет за 40 лет за время одного поколения люди умудрились сделать что запустить в космос в стране в которой было 65 процентов безграмотных а то и больше это такие самые приблизительные подсчеты то есть произошла смена не социально-экономических отношений а смена плодов церебрального сортинга об этом я собственно и пишу на разных примерах рассматривать разные примеры продолжается этот процесс сейчас конечно что мы сейчас видим сейчас вырастили для собственной выгоды не для выгоды населения не для выгоды обывателей а вырастили для собственной выгоды чтобы деньги лучше зарабатывать ну или воровать в конце концов это одно и тоже часто бывает целое поколение уже теперь и второе людей хорошо понимающих разбирающихся в программировании в компьютерных системах более того поскольку жадность беспредельно они распространили эту самую интернет-систему по всей стране в результате созрело объективно поколение а теперь уже два которые достигли 15 процентного барьера которым я пишу количество образованных людей в области компьютерной техники достигла барьера в 10-15 процентов то о чем я пишу в своих книгах и сейчас они по объективным причинам могут прийти к власти они хотят это сделать а повод это все равно берлинский пациент там будет и что будет там недоволожение в колбасу мясо или там будет фальшивый коньяк или еще что-то или будут плохие сигареты это не имеет никакого значения там могут поднять опять там на два процента жкх как поднимают непрерывно это вызовет взрыв повод никакого значения не имеет созрели условия в которых надо ориентироваться на людей прошедших иной церебральный сортин с иными мозгами есть ли этих самых мозгов кламбурчик получается у людей руководящих странами хватит то они инкорпорируют этих обладателей новых серебральных инструментов свои структуры но этого как правило него их не происходит им кажется что они пещерными способами также как и аристократии 19 века спасут свою шкуру не спасут то есть нужно к этому подходить совершенно откровенно с эволюционных механизмов с эволюционными подходами и только тогда можно получить внятный результат на этом до свидания